Вы смотрите интервью на телеканале 24KZ. Я Ида Хамзина. Здравствуйте. Сегодня в эпоху цифровых технологий защита данных становится одним из самых важных аспектов безопасности как для частных лиц, так и для организации. В Казахстане, как и во всем мире, проблема утечек данных приобретает все большую актуальность. Крупные кибератаки, утечки личной информации, угрозы инсайдерской информации – это все ставит под угрозу не только конфиденциальность, но и стабильность бизнеса и государственных структур. В этом интервью мы обсудим с представителями профильного ведомства текущую ситуацию с кибербезопасностью в Казахстане, меры, предпринимаемые для защиты данных и перспективы развития этой важной сферы. У нас в гостях председатель комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Руслан Абдикаликов. Я приветствую вас в нашей студии. Как вы оцениваете сегодня ситуацию с кибербезопасностью в Казахстане? Я думаю, что, как и во всем мире, она носит очень тяжелый характер и в первую очередь для граждан. Если многие государства, в том числе наша страна, вкладывают большие деньги в развитие кибербезопасности, она защищает свои собственные системы. Если бизнес также вкладывает деньги в кибербезопасность для того, чтобы защитить свои цифровые активы. То есть в этом случае граждане оказались наименее защищенными в этом случае. Какие-нибудь последние инциденты, случаи можете привести? Да, как вы помните, самая крупная, наверное, утечка, которая была в нашей стране, она была в 2019 году. Тогда 12 миллионов записей об избирателях нашей страны были утрачены. К сожалению, никто ответственность в то время не понес. Но для нас это послужило сигналом, что необходим именно профильный орган, который будет заниматься непосредственно защитой персональных данных. И в 2020 году впервые в стране был определен такой уполномоченный орган. Им стало наше Министерство цифрового развития и инноваций аэрокосмической промышленности. Непосредственно в Министерстве этими вопросами занимается наш Комитет информационной безопасности. То есть если подобные случаи происходят, ответственность будут нести сотрудники вашего ведомства? Я правильно понимаю? Не совсем так. Я к тому, что ответственность теперь определена, когда появился уполномоченный орган? Ответственность была определена и ранее. Проблема была в том, что никто не наказывал за нарушения. Так вот как раз работники нашего ведомства стоят на страже законодательства о защите персональных данных и как раз наказывают тех, кто допускает эти нарушения. То есть не мы ответственны за всю безопасность в стране, а мы являемся тем органом, который определяет государственную политику в сфере кибербезопасности и защиты персональных данных, проводит государственный контроль и накладывает штрафы. Если мы в процессе деятельности видим, что нарушается не только административный кодекс, а есть нарушение уголовного порядка, в этом случае мы передаем такие дела уже в правоохранительные органы или в специальные государственные органы. То, что касается наиболее крупных утечек, это в прошлом году были утечки Яндекс.Еда, вы помните, в Шоков Фэмили были утечки, но по этим утечкам особых мер не было, и я вам сейчас расскажу почему. Очень показательный именно этот год. То есть в этом году произошли массовые утечки, то есть 1 февраля этого года на портале GitHub, были опубликованы данные, причем утечка была очень интересная. Оказалось, что хакеры украли информацию у других хакеров и вот эту информацию выложили на GitHub. В итоге из этой утечки мы узнали о том, что есть проблемы у определенных организаций. То есть в первую очередь это были мобильные операторы связи, Казахтелеком, Казахтелеком упоминался, ЕНПФ упоминался, а также ЭРАСТАНА. По этой крупной утечке сразу хочу пояснить. Ее следы мы обнаружили самостоятельно с помощью отечественного оперативного центра по информационной безопасности. Это те структуры профессиональные в нашей стране, которые помогают собственникам, владельцам информационных систем защищать себя. Белые хакеры? Нет, это не белые хакеры. К белым хакерам мы еще вернемся. Соответственно, наша компания обнаружила эти инциденты на сети связи одного из операторов мобильной связи. Далее мы провели работу, посмотрели, какая ситуация у других мобильных операторов. То есть у них была та же самая проблема. И вот с 2022 года по 2023 год, фактически год, мы истратили на то при поддержке Государственной технической службы, при поддержке Комитета национальной безопасности. Мы все эти проблемы на сетях мобильных операторов связи ликвидировали. То, что было в утечке февральской, мы узнали, что, оказывается, есть другие организации. То есть если для нас утечка у операторов мобильных данных не была сюрпризом, то есть была сюрпризом, что, оказывается, еще там есть Казахтелеком, и также есть ЕНПФ-упоминание и Эйр-Астана. Соответственно, мы провели необходимые проверки. Мы еще раз вышли на проверку к мобильным операторам связи, убедились в том, что у них все в порядке, никаких проблем новых у них не возникло. Пошли на проверку в Казахтелеком, нашли нарушение, наложили штраф. Также штраф был наложен на Эйр-Астану, компанию. В ЕНПФ мы убедились, что там все в порядке. Это, к счастью, наверное, и для наших граждан. Согласитесь, что это зона ответственности этих компаний. Они сами должны быть заинтересованы в своей неуязвимости, верно? Вы правильно понимаете. И, естественно, вкладывать средства как раз-таки в это направление. Да, вы правильно понимаете. Кроме того, ровно то же самое прописано в законе об информатизации. То есть одна из основных статей – это то, что собственник, владелец информационных ресурсов несет полностью всю ответственность за их функционирование, в том числе за обеспечение информационной безопасности. Далее, самая, наверное, такая утечка, которая такой общественный резонанс большой вызвала, это утечка из микрофинансовой организации, когда более миллиона записей наших граждан стали доступны. Плывают и утечки, надо сказать. Произошла она в марте. То есть и паспортные данные, все данные… Паспортные данные, адреса, место жительства, кроме того, информация о банковских займах. Это уже является… Вот совокупность персональных данных плюс какая-либо еще тайна является персональными данными ограниченного доступа. Они еще более сильнее должны были защищаться по закону. Но вот этого как раз не произошло. То есть что было нами сделано? Как только мы обнаружили эту утечку, мы собрали все ины граждан, которые в этой утечке присутствовали, и через портал электронного правительства в личный кабинет каждому гражданину направили уведомление о том, что, уважаемый клиент, обнаружены ваши персональные данные в утечке, и вам необходимо предпринять такие-то меры профилактические для того, чтобы не стать жертвой мошенников. То есть в первую очередь это включить функцию стоп-кредита на портале ЕГОВ, быть готовым к тому, что мошенники будут вас атаковать. И самое главное, мы дали также ссылку на рекомендации, которые мы ежегодно готовим и которые располагаются на сайте нашего министерства. Почему этим должны заниматься государственные органы, а не компания, которая допустила утечку? Государство в этом случае провело проверку, выявило нарушения, наложило штрафные санкции и выдало предписание об устранении этих нарушений. О какой сумме штрафа идет речь? Вот, к сожалению, по штрафам ситуация не такая радужная. То есть штрафы у нас начинаются от 10 МРП, самый большой – это 1000 МРП. То есть это как раз на микрофинансовую организацию был наложен штраф в 1000 МРП, но по кодексу об административных правонарушения, если субъект проверки согласен и в течение 7 дней оплачивает сумму, то оплачивает половину суммы, соответственно, организация заплатила 500 МРП. Скажите, у меня вот такой вопрос тогда. Есть ли у нас случаи, когда люди могут подать в суд на организацию коммерческую, скажем, в данном случае, узнав, что они допустили утечку данных? Мне кажется, пока мы не выработали такую культуру, организации не будут ответственны за свои действия. Несомненно, мы этот момент изначально понимали. И более того, я вам скажу, вот я вам говорил, утечка в 2019 году, утечка была в 2023 году, то есть утечки были в этом году. То есть что изменилось в этом году? В прошлом году глава государства подписал изменение в законодательстве о защите персональных данных, и у нашего министерства появилась такая функция, как уведомление граждан в случае обнаружения утечки их персональных данных. Вот то, о чем вы до этого говорили, да? То, что вы уведомили. И именно эта функция каким образом сработала? То есть если в 2019 году, в 2023 году мы не получали вообще жалоб от граждан, то есть была утечка, была шумиха в СМИ, в социальных сетях, все бурно обсуждали. Что была допущена утечка данных, куда смотрят, а темат. Но при этом ни один гражданин не обратился с даза-жалобой. Что произошло в мартовской утечке, когда мы персонально уведомили каждого гражданина? Мы получили 7 тысяч обращений. Вы представляете? Если мы в 2023 году получили одно обращение по утечке, то в этом году после уведомления персонального граждан мы получили 7 тысяч. Но это хорошая тенденция. Это хорошая тенденция. С точки зрения, наверное, мои работники с этим не согласятся, потому что это очень большой объем работы. Но граждане начали обращать внимание на эти вещи. Да, для развития именно кибербезопасности, для защиты персональных данных, это очень важный шаг. То есть мы наконец поняли, мы нашли ту болевую точку, когда гражданин начинает реагировать. То есть если раньше на сообщения в СМИ он просто не реагировал, он же думал, что там, наверное, его нет данных, и зачем ему обеспокоиться. То есть в этом случае, когда мы персонально подошли к каждому и его уведомили, сразу же поняли, что именно это заботит наших граждан. То есть 7 тысяч обращений были проведены на основе этих обращений проверки. Мало того, это послужило катализатором того, что мы совместно с Агентством по развитию и регулированию финансовых рынков пошли на, скажем так, проактивные проверки. То есть раньше такого не было. То есть сейчас мы находимся в процессе проверок микрофинансовых организаций, которые существуют в Казахстане. То есть мы наметили 28 субъектов, у которых как раз имеются заграничные учредители, у них данные хранятся за рубежом. Потому что вот эта последняя мартовская утечка как раз стала возможным из-за нарушений кибербезопасности в соседней стране. То есть именно там эти данные были украдены казахстанцев. И причем не только казахстанцев, там были украдены данные казахстанцев, филиппинцев, вьетнамцев и непосредственно граждан Российской Федерации. Соответственно, сейчас мы проверяем эти микрофинансовые организации. Пять из них мы уже проверили и наказали штрафными санкциями. Мы нашли у них нарушение, они с ними согласились. Именно вот эта вот работа позволяет показать гражданам то, что государство не пытается что-то скрыть от граждан. А наоборот, она хочет призвать граждан, научить их правильно на это реагировать. И, соответственно, тем самым показать бизнесу и самим государственным органам, что такие вопросы, как раньше, теперь не будут оставаться без внимания. В контроле постоянно, да? Да, они получают широкое область. Скажите, что с этими данными дальше происходит? Как их могут использовать? Я думаю, что нашим телезрителям будет интересно узнать. Данные, самое, наверное, общее, это то, что эти данные могут быть использованы различными мошенниками для причинения финансового вреда гражданам. Вот об этом надо всегда помнить. И в чем сложность? В том, что те данные, которые попали в интернет, их теперь больше никогда невозможно удалить. Это одна из, может быть, плюсов развития сети интернет и один из минусов. То есть если что-то туда попало, то удалить это уже невозможно. Соответственно, вся информация о нас, можно однозначно полагать, что уже есть на руках у мошенников. Значит, тогда задача гражданина быть всегда на готове о том, что в любой момент времени какой-нибудь из мошенников придумает новую схему и обратится к вам. Причем он будет к вам обращаться персонально, по имени, отчеству, может назвать ваш адрес, может быть, место работы, еще какие-то данные, может сказать, какие у вас кредиты, какой организации. И вот тут дальше самое интересное начинается. То есть вот здесь задача уже государства и задача граждан выработать те механизмы, скажем так, противоядия против действия мошенников. То есть в основном они сейчас все происходят в онлайн-среде. Самый первый совет гражданам – это перевести общение с якобы там сотрудником правоохранительных органов, специальных органов, работником банка, сона, оператора связи, очень, кстати, тоже много распространенные такие мошенничества, перевести в оффлайн-режим, скажем так. То есть человек должен сказать, хорошо, если есть какие-то проблемы, я готов к вам прийти в отделение банка, я готов к вам прийти в КНБ, в МВД, куда угодно, в Национальный банк, и с вами эту проблему обсудить. То есть на этом этапе 99% мошенников сразу же будут отсеяны. Только по той простой причине, так как он мошенник, соответственно, он готов тебя обмануть только онлайн, в оффлайне он тебя обмануть уже не сможет. То есть вот это один из таких главных советов. И второе – это, наверное, необходимо развивать критическое мышление. То есть зачастую граждане становятся… Но это не только в сфере утечки данных, кибербезопасности и так далее. Хорошо. Что дальше? Обратились к вам 70, да, вы сказали? 7 тысяч. 7 тысяч человек. Что им делать дальше? Что вы делаете с этими данными? Так как проверка уже была проведена, мы гражданам посоветовали, если нарушены их права, они обязаны, вернее, не обязаны, они имеют право обратиться в судебные органы для возмещения своих морального ущерба своего или если у них, возможно, был какой-то материальный ущерб. То есть если прямое следствие, что после этой утечки мошенники у тебя что-то украли, то есть ты можешь сказать, что вот эта кража моих данных послужила катализатором для того, чтобы мошенники украли уже теперь мои деньги. Но это важно будет доказать именно суде. То есть вот сейчас мы как раз занимаемся тем, что многие граждане к нам обращаются. После того, как они получили информацию, что да, утечка данных их была, они получили информацию о том, что МФО наказано за это. То есть теперь некоторые из них обращаются в судебные органы. И здесь хотел бы порекомендовать сразу же нашим гражданам не самостоятельно пытаться судиться с юристами финансовой организации, а привлекать к этому профессионалов в виде адвокатов. Мы сейчас говорим о коммерческих структурах. Что касается государственного сектора, насколько уязвима система государственной службы? Если мы говорим об уязвимостях в сфере информационной безопасности, я вам приведу такие цифры. 95% всех утечек происходит из-за человеческого фактора. То есть понимаете, только 5% фактически мы можем закрыть с помощью применения каких-то программно-аппаратных средств. То есть когда вы купите антивирус, поставите фаервол, установите DLP, пропишите все политики, вы только на 5% сможете обезопасить свою систему. И самое важное в этом случае является кто? Это те работники, это те госслужащие, которые непосредственно работают в информационных системах и которые обрабатывают наши персональные данные. То есть в том числе и госслужащие, в том числе и работники всех других организаций, которые наши данные собирают с вами. Соответственно, основная наша задача – это обучить вот этот контингент, чтобы он правильно выполнял свои должностные обязанности. Системный администратор. Если помните, каждая компания, я не знаю, может быть, практика до сих пор сохранилась, и вам лучше знать и виднее, когда нанимают человека сисадмина для того, чтобы наладить проблемы просто в компьютере. Но сейчас мы говорим уже о другой цели, да, то есть о других масштабах. В любой организации, будь то коммерческой или государственной, должен сидеть профессионал на уровне того же хакера. Несомненно, это так. Что для этого сделало государство? То есть на уровне законодательства у нас прописано, что в каждой организации должен быть специалист по информационной безопасности, раз. Второе, в законе о защите персональных данных указано, что должен быть либо специалист, либо назначено должностное лицо, которое отвечает за защиту персональных данных внутри организации. То есть это важные навелы. То, что вы привели пример сисадмином, это тоже очень классный пример, и на самом деле большинство утечек как раз происходит, вот эти вот 95%, это происходит, когда администратор либо сам допустил из корыстных побуждений это, либо там его кто-то попросил, либо, что еще хуже, когда он утратил свои данные, с помощью которых, то есть это логин и пароль, допустим, с помощью которых он администрирует какую-то информационную систему, и хуже всего, когда он это делает еще удаленно. То есть то, что произошло с микрофинансовой организацией в Российской Федерации, а это как именно тот случай, то есть систему никто не взламывал, взломали просто администратора, у которого забрали логин и пароль с компьютера личного, соответственно, с помощью него проникли уже в систему промышленную, и из нее все эти данные утекли все, понимаете. Соответственно, какой теперь шаг должно сделать наше государство, если перейти, чуть-чуть скакнуть в период и сказать, какие планы, что мы должны сделать. То есть мы хотим урегулировать как раз деятельность вот таких системных администраторов, мы их называем в кавычках суперадминистратор. Это тот, кто имеет полный доступ ко всем данным, которые хранятся в организации. Мы хотим отдельные требования к ним прописать, во-первых, отдельную ответственность, потому что он может уволиться и забрать с собой все эти данные, а компания вовремя не поменять логины, пароли. И самое важное, мы хотим добиться того, чтобы все логи, которые находятся в информационной системе и к которым имеет доступ администратор, они дублировались в платформу на блокчейн, в государственную техническую службу. Что это позволит? То есть сейчас с чем мы сталкиваемся, с какой проблемой? Мы приходим в организацию с проверкой, у нас есть сигнал о том, что жалобы граждан... Разве это не коммерческая тайна? Ну, то есть зарегулировать этот... Нет, 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 вот смотрите, именно логи, то есть коммерческая тайна является сама информация, то есть это кто твой клиент, какая у него сумма... То есть к этому доступа не будет? К этому доступа не будет. То есть система будет работать автоматизированно, она собирает именно логи. То есть что значит логи? Это все действия самого администратора в первую очередь, соответственно... Алгоритм его работы, да? Да, да. То есть что происходит? То есть когда происходит какое-то нарушение, мы приходим в компанию и говорим, вот сегодня ночью была утечка. Соответственно, что делает эксперт? Он говорит, давайте посмотрим логи в системе, где будет видно, кто это допустил, как реагировала система, с какой учетной записью было произведено незаконное подключение, возможно. И сюрприз, логов нет. Почему логов нет? Первое. Либо они не были включены, возможно, умышлены, либо администратор их просто удаляет. То есть он говорит, ну, наверное, был ночью сбой, скопнуло электричество, и логов нет. А в это время это он эти данные украл, продал. Соответственно, теперь доказать его виновность просто невозможно. Именно поэтому отложить, скажем так, эти логи в какое-то другое третье место, которое уже не подвластно этому администратору, и будет действенным способом, когда человек будет понимать, что то, что я сейчас сделаю, да, у себя я могу что-то сделать, потом эти данные удалить, чтобы не нашли. Но так как копия будет храниться в государственной технической службе, соответственно, что мы делаем, когда приходим и их находим, идем в государственную техническую службу. Службу безопасности на себя взять, да? Потому что не в каждой организации это есть, и не каждый может еще разбираться. По сути, этим должны заниматься руководители, предприятия, ведомства и структуры, но не у всех есть знания, да? Вот тут я как раз хочу вас дополнить. Помимо обязанности руководителя организовать этот процесс, государство выстроило целую экосистему, которая помогает руководителям защищать свои цифровые активы. Это так называемые сок-центры, то есть за рубежом это называется security operation center. То есть в нашем законодательстве это называется оперативный центр информационной безопасности. Это вот как раз тот, который, помните, я вам говорил в 22-м году, помог найти нам уязвимость у одного из мобильных операторов связи. То есть это профессиональные команды, на сегодняшний день их 44 в нашей стране. И, соответственно, руководитель всегда может просто купить эти услуги этих профессионалов, которые и помогут ему защитить его инфраструктуру. То есть это важно отделить. То есть мы всегда привыкли, что мы покупаем, допустим, IT-специалистов, которые нам настраивают систему, ее обслуживают. То есть передать на аутсорс это направление, да? Так точно. Спасибо большое. Очень интересная тема, я думаю, полезная. Благодарю за ликбез. Я напомню, что об информационной безопасности мы говорили с председателем комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Русланом Абди-Каликовым. На этом наша программа подошла к концу. Я прощаюсь с вами. До следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин